Всем привет! Уже не раз и не два мы рассказывали вам об изобретениях, которые могли бы изменить мир, но почему-то этого не сделали. Ссылки на прошлые выпуски ищите под видео, а сегодня мы покажем вам 7 изобретений, которых вы еще точно не видели. Какие-то из них будут казаться нелепыми, какие-то слишком прорывными для нашего времени. Начнем мы с сибирского антигравитационного двигателя. Пандеролет Игнатьева. Пандеролет, или говоря иначе, антигравитационный летун, двигатель, теоретически способный развивать скорость света. Он был построен в 1996 году в России. Звучит совершенно фантастически и даже нереально, не правда ли? Если бы не одно «но» — личность его изобретателя. Геннадий Федорович Игнатьев — ученый-физик из Красноярска, долгое время возглавлявший конструкторское бюро ракетно-космического направления ЦКБ «Геофизика». Лауреат, между прочим, Ленинской и Государственной премий, консультант по вопросам космоса и академик, автор множества до сих пор секретных изобретений. В конце 90-х годов Игнатьевым в родном Красноярске основана лаборатория, занимающаяся интересным и известным явлением — эффектом умово-пойнтинга. Вкратце, суть его в том, что силы антигравитации возникают при взаимодействии магнитного и электрического полей. В 1996 году на конференции в Санкт-Петербурге Игнатьевым был представлен доклад о разработке экспериментальной модели нового двигателя. При размере около 4 метров установка создавала подъемную силу, способную поднять 6 килограммов груза. И это при потреблении 10 киловатт электроэнергии. Сама установка весила около 30 килограмм, поэтому модель летать не могла, но при расчетном размере порядка 40 метров и подъемной силой 300 килограмм установка могла бы летать. Геннадий Федорович никогда не делал тайны из своих исследований. В его лаборатории на стенах были развешены схемы, чертежи и разъяснения работы механизма. Также он никогда не скрывал, что черпал идеи у Николы Теслы. Даже катушки, размещаемые на концах устройства, это катушки Теслы. Как и многие изобретатели до него, Игнатьев расплатился за свои исследования. Его уволили из института за ненаучную деятельность. Студенты, приводя расчеты, доказывали, что скорость света непредельна. С тех пор ученого стали преследовать неудачи. Странным образом погибшая дочь, самоубийство сына, инсульт, сделавший его инвалидом, а затем и второй, убивший изобретателя. Абсурд Холлмана. В конце 19 века в железнодорожном бизнесе Америки, развивающем сеть железных дорог невиданными темпами, конкуренция была так велика, что мелкие компании закрывались одна за другой. У маленькой компании Уильяма Холлмана дела обстояли крайне плохо. И тогда Уильям придумал поистине гениальный ход. Вместо разработок паровозов новых систем он решил удивить всех, усложнив конструкцию старого. Холлман выкупил на последние деньги обыкновенный паровоз и усовершенствовал его. Колеса получившегося механизма стояли на дополнительных тележках. Система фрикционов передавала усилия от них на ведущие колеса, а вот те уже стояли на рельсах. Изобретатель в 1895 году получил патент на свое изобретение. Удивительный паровоз выглядел очень необычно. Передние колеса располагались в два этажа, задние так и вовсе в три. Реклама, запущенная Холлманом по всей Америке, расхваливала новейший паровоз как могла. Обещалось трехкратное увеличение скорости, уменьшение проскальзывания колес за счет увеличения точек соприкосновения с рельсами, сокращение потребления угля. Их самое завлекательное – любой старый паровоз компания Холлмана готова была переделать в новый. Появившийся в 1887 году на железной дороге Нью-Джерси чудо привлекло внимание своим странным внешним видом, агрессивной рекламой и слепой верой людей в то, что это, без сомнения, будущее паровозостроение. На волне успеха изобретатель выпустил акции на огромную по тому времени сумму – 10 миллионов долларов и продал почти все. Только год спустя привлеченные эксперты, ужаснувшись, привели доказательство, что все обещанные преимущества паровоза Холлмана – чистой воды надувательства. Никакого прироста скорости и уменьшения потребления угля быть не могло. Конструкция колес только усложнялась, и Уильям Холлман исчез из бизнеса. Удивительный паровоз был переделан обратно и работал еще несколько лет под именем «Абсурд Холлмана». Калавратная паровая машина Тверского Создателем первого роторного парового двигателя, который применялся для настоящей работы, был русский инженер-механик Николай Николаевич Тверской. Всю свою жизнь изобретатель связал с морем, где дослужился до офицерского звания и где старался применять свои устройства. Первое же изобретение, это был, конечно же, корабль, Тверской предлагал оснастить его же конструкции двигателем. Топливо, правда, предлагалось непопулярное – жидкий аммиак, известь и серная кислота. Тем не менее, проект впечатлил представителей технического комитета и даже получил грант в тысячу рублей на развитие идеи. И идея развивалась. Через два года Тверской предлагал свою калавратную машину, которую сегодня можно назвать первым настоящим роторным паровым двигателем, который не только представлял собой действующую модель, но и реально работал. Машина оказалась прочной, долговечной, достаточно эффективной, а также обладала мощным крутящим моментом уже с низов и частотой вращения от тысячи до трех тысяч оборотов в минуту. Применение такого устройства не требовало редуктора и позволяло соединяться через вал сразу с динамомашиной или насосом, или грибным винтом. Для российского императора Александра Третьего в 1883 году была изготовлена четырехсильная калавратная машина и установлена на личный паровой катер государя «Штандарт». Сам император после осмотра установки отдал распоряжение о поддержке Тверского. Наступивший 20 век принес этому удивительному механизму забвение. Паровые машины с поршнями были проще в использовании и, несмотря на ряд достоинств, калавратные машины были забыты. Бойлер-плейт. Робот викторианской эпохи. В конце 80-х годов 19 века той самой викторианской эпохи, о которой любят вспоминать стимпанкеры и любители приключенческого романа, появляются первые упоминания о роботах. Напомним, что сам термин появился только в 1920 году. Началом следует, видимо, считать выход в 1865 году книги «Громадный охотник» или «Паровой человек в прериях», в которой автор Эдвард Элис рассказывал об изобретателе, сконструировавшем парового человека. После этого все настоящие изобретатели и самоделкины просто обязаны были изготовить что-то подобное. В самом конце века, в 1893 году, Арчибальд Кемпион, потратив на свою работу пять лет, показывает публике чудо-устройство – робота Бойлер-плейт. Случилось это на международной выставке в Колумбии. Изобретатель с самого детства был погружен в атмосферу необычного. Его отец руководил компанией, производящей в Чикаго механические вычислительные машины. Выбор Арчи очевиден. Он устраивается в телефонную компанию Чикаго. Там он не просто хорошо работает, а начинает придумывать свои усовершенствования, которые патентуют. Это и трубопроводы особой конструкции, и электрические системы, применяемые в частности компанией Вестингхаус Электрик. Именно отчисления за лицензирование патентов позволяют Арчибальду Кемпиону сколотить состояние и удалиться в частную лабораторию, где и рождается Бойлер-плейт. Кемпион сознается, что создавал своего робота для того, чтобы в военных конфликтах не гибли люди, то есть прямо говорит о нем, как о механическом солдате. На такое изобретение Кемпиона подвигла история, случившаяся с ним в детстве. Один из его родственников погиб на войне. Ну что, поверили в этого робота? И зря. Американский журналист Пол Гиннен, с которого началась вся эта история, признался, что в 1999 году сам придумал этого удивительного робота. Эта история очень похожа на средневековый велосипед, сенсационные материалы о котором также прокатились по крупным СМИ. Посмотрите об этом на нашем сайте, будет интересно. Джон Бедини, знаменитый своими стереоусилителями, также известен как живая легенда свободной и альтернативной энергетики из-за созданного им удивительного механизма. Изобретение Бедини, называемое генератором Бедини, основывается на принципах Теслы и разработках самого Джона в области электромагнетизма. Это не первый подобный генератор. Еще в 1984 году Джим Уотсон на конференции показывал подобный механизм. Но, как часто бывает с реальными изобретателями в области альтернативной энергетики, после этого исчез вместе с семьей и всеми чертежами. Проекту Бедини повезло больше. Его генератор, известный также как Бедини SG, Бедини School Girl, на сегодняшний момент документально подтвержден, испытан и изучен, и является механизмом номер один в области свободной энергии. Бедини School Girl. Такое название связано с одним интересным моментом. Десятилетняя школьница самостоятельно сделала генератор Бедини и выиграла с ним школьный конкурс в своем городе. И когда критики закидывали Бедини вопросами, как ваше устройство может работать, изобретатель отвечал, даже маленькая школьница сделала его и выиграла. Неужели вы не можете? Больше 40 лет Джон Бедини разрабатывает свои механизмы, но мир большой экономики и политики глух к его разработкам. Поэтому большинство устройств так и остаются единственными экземплярами в Музее свободной энергии, директором которого является сам Бедини. Гидроинтегратор Лукьянова. Аналоговая водная ЭВМ. Кто слышал о таком устройстве? Ведь это первый в мире аналоговый компьютер, который мог, например, решать дифференциальные уравнения в частных производных. Гидроинтегратор мог многое. Создал этот механизм Владимир Сергеевич Лукьянов, выдающийся советский ученый. Необходимость в таком устройстве Лукьянов ощутил, когда молодым ученым столкнулся с проблемами на строительстве железной дороги. Бетон трескался. В 20-30-е годы это было настоящее бедствие для конструкций из железобетона. Тогда Владимир Сергеевич предположил, что дело в температурных напряжениях, которые возможно описать с помощью дифференциальных уравнений. Но расчеты по таким уравнениям заняли бы ужасно много времени. И в процессе разработки своей версии Лукьянов, обратив внимание на сходство уравнений для описания теплообмена и уравнениями для описания течения жидкостей. И первый процесс он смоделировал с помощью второго. Вода должна была имитировать температуру. В 1936 году Лукьянов создает гидроинтегратор ИГ-1 для решения именно этой задачи – расчета температурных напряжений бетона. Следующую модель изобретатель создает в 1941 году. Там можно было решать двумерные задачи, а позже появляется и трехмерный гидроинтегратор. Мало того, устройства стали выпускать серийно и даже поставлять за границу в Китай, Чехословакию, Польшу. С помощью таких механизмов производили расчеты для поистине великих проектов – Каракумского канала, БАМа, Саратовской гидроэлектростанции. 115 организаций нашей страны были оснащены устройствами Лукьянова, которые работали вплоть до 80-х годов, успешно справляясь с задачами, слишком сложными тогда для цифровых ЭВМ. На сегодня у нас все. Настройте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи на нашем канале.